До 1 мая всеуправляющие компании республики должны пройти процедуру лицензирования своей деятельности. Это позволит очистить сферу жилищно-коммунального хозяйства от недобросовестных организаций. В последние годы коррупционным фактом в этой отрасли начали ставить серьезный заслон. Но руководители некоторых компаний заводят уголовные дела. Подробности в материале Дмитрия Ковалева. Борьба с коррупцией в регионе всегда была и остается приоритетным направлением деятельности местных властей. Темто переступает закон. Наказание не избежать. Последние годы в республике начали наводить порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К реальному сроку был приговорен директор управляющей компании «Навек». Она накопила огромные долги за потребленное тепло и горячую воду. Ущерб превысил 150 миллионов рублей. В суде было установлено, что руководитель на протяжении многих лет умышленно не производил оплату за предоставленные услуги. Хотя жильцы домов коммунальные счета оплачивали исправно. Но в итоге долговое бремя коммунальщиков на себе испытали рядовые горожане. После того, как в это дело вмешались власти республики, люди проголосовали за отказ от услуг «Навека». Ее директор получил три года лишения свободы. Также Андреем Ющенко были заключены договора на предоставление юридических услуг с иными лицами. При том, что в штате управляющей компании было два юриста. Вследствие чего также был причинен ущерб по порядку более 2,5 миллионов рублей. В настоящее время в управлении управляющей компании домов многоквартирных не осталось. Администрация города Чубахстарска проработала этот вопрос со всеми жильцами. Были собраны общие собрания собственников многоквартирных домов, в результате которых был выбран способ управления другими управляющими компаниями. В настоящее время управление не существует. Это дело было тоже поставлено под особый контроль. На протяжении четырех лет экс-руководитель компании коммунальной технологии Виктор Лучинкин проворачивал незаконные сделки с подконтрольными ему фирмами. Установлено, что во главе этих компаний стояли родственники и друзья управленца. Он неоднократно заключал с ними договоры аренды и купли-продажи, при этом завышая цены на услуги. Впрочем, деньги тратились не во благо, а присваивались руководителями. Сумма ущерба, по данным прокуратуры, превысила 60 миллионов рублей. Город Шумерля тоже неоднократно опускался в долговую яму. Изношенные сети, доводящие себя до банкротства управляющие компании, вечные беды муниципалитета. Недавно на скамью подсудимых попал директор одной из таких организаций. Следствием доказано, что средства, которые поступали на счета от потребителей, он направлял на оплату необоснованных юридических услуг. Ущерб от этой махинации превысил 7 миллионов рублей. Руководитель компании получил 5,5 лет лишения свободы. После ухода с рынка недобросовестных коммунальщиков, ситуация в городе. Начало меняться. Сейчас достаточно большое количество домов ушло в управление ТСЖ. Сами собственники управляют своими домами и уже определяют те виды обязательных работ, которые им необходимы для поддержания надлежащего состояния, технического состояния домов. И также они напрямую рассчитываются уже за потребленные коммунальные услуги с ресурсно-набжающими организациями. В настоящее время, конечно, вопрос по тепловым сетям остался открытый. Теплоизоляция данных сетей находится в крайне технически неисправном состоянии. Необходимо проведение срочных работ, модернизация как сетей, так и котельных. Ну и эту проблему в Шумерле рассчитывают в скором времени разрешить. Между тем, в правительстве республики уже продумали конкретный план борьбы с недобросовестными коммунальщиками. Их заносят в условные черные списки. И не только. Для управляющих компаний, конечно, непосредственно сейчас процедура лицензирования, для того, чтобы вывести определенных игроков, которые не соответствуют определенным требованиям, конечно, процедура лицензирования. А по ресурсно-набжающим организациям, конечно, Министерством строительства Чувашской республики, Государственной жилищной инспекции Чувашской республики, проводится мониторинг непосредственно. Проводим мониторинг расчета за потребленные коммунальные, расчет с ресурсно-набжающими организациями за получаемые ресурсы. Это природный газ непосредственно, конечно, электроснабжение и водоснабжение. В региональной госжилинспекции отмечают, что лишиться лицензии на управление домами в республике могут 20% компаний. Но все же последнее слово за жильцами, ведь они управляют своей собственностью. Митрий Ковалев, Сергей Ляпочков, Республика.